Катя Сегодня я решил прогуляться и записать вам видео немножко нового формата Просили просвещать про то, что происходит в Берлине Вот и начнут с сегодняшнего видео Короче, я иду на набережную Сегодня суббота Вчера была пятница В Берлине всегда есть подарки На улице вот такие Можно что-нибудь взять Коврик неплохой вроде Кому коврик? Вот на моей набережной Всем привет! Ну что же, вещаю из Берлина Так прикольно на самом деле Я впервые вышел с камеры И чувствую себя очень комфортно здесь Потому что Никто не бросает каких-то косых взглядов Это, наверное, мои личные переживания Ну что же, я сегодня хотел вам рассказать Вот о чем Вчера я Ходил в ночной клуб ОМ Называется он ОМ И это В общем-то второй клуб От клуба Трезор Они располагаются вместе Друг с другом Ну там, то есть, короче Такое здание большое И как будто бы два входа Два отдельных Фейс-контроля А пошел я туда Потому что Там выступал Байтон Или Бейтон Не знаю, как правильно читать Наверное, Байтон Это артист Лейбла Растер И на его леве Я уже когда-то был Он был как Сольный проект Байтон И еще был на леве Я В составе трех других Точнее В составе трех участников Проект называется Сигнал В какой-то момент Лейбл Растер И лейбл Нотон Были вместе Они были Растер Нотон И вот Сигнал Это был коллектив Фрэнк Брэдшнайдер Олаф Бендер Как раз-таки Байтон Который вчера выступал И Альва Нота Я, наверное, буду локации менять А еще у меня есть Шпаргалка в телефоне Для того, чтобы не забыть И не упустить что-то важное Очень здорово, что От моего дома До Трезора Ехать всего 15 минут На велике Я как раз на велике и поехал Вот И что мне понравилось Я, во-первых, никогда не был в Трезоре Ну и Клуб Ом Это как бы часть Трезора Но я не знаю Насколько правильно так выражаться В общем, я буду говорить Что это Часть Трезора Потому что это похоже Просто как будто На отдельный танцпол Ну, хотя философия Я так понимаю Музыкальная Там у них разная Никогда не был в Трезоре И при подъезде К этому клубу Я увидел Большую такую стену На которой было много Очень афиш И мне кажется Что в мире Цифрового Превосходства Над Принт-медиа Это очень здорово И даже уже, наверное, винтажно От клуба Трезор Тоже висела большая афиша Вот И Там расписание на месяц Очень все стильно Гармонично Я получил эстетическое удовольствие Потому что я дизайнер Также там висело Несколько логотипов Трезор В общем, атмосфера Уже с улицы Погружала Во что-то иное Хотя, наверное Таким себе я Берлин И представлял, наверное, всегда Именно таким Как выглядит Этот клуб Точнее, такую именно Клубную жизнь Я себе берлинскую и представлял К моему удивлению На входе было мало людей Но я приехал очень рано То есть, ну, по сути Я просто подошел Там стоял фейс-контрольщик Он спросил Зачем я иду Я сказал, что иду Вот послушать артиста Он говорит Есть ли ты в гист-листе? Я говорю, нет Короче, пустили Без всяких проблем Прошло было немного народу И мне заклеили камеру Вот Поэтому я не смог Ничего снимать И никаких фоток После того, как я прошел Фейс-контроль Нет Впервые в жизни Заклеили мне камеру Вот как это выглядит Причем обе камеры Сразу и переднюю И заднюю Я взял из клуба программку Чтобы показать вам Как выглядит полиграфия Это вот такая вот Раскладная бумажка Где можно прочитать Что будет происходить В ближайшее время Там Так, я был в пятницу Вот как раз-таки Байтон Лайф Мероприятие называлось Ку-ку Не знаю, почему так Честно говоря Но флайер, кстати, у меня тоже есть По-моему Да, вот флайер Я обожаю очень клевую полиграфию Потому что очень долгое время Занимался Организаторской деятельностью Проводил мероприятие Мы тоже печатали И в том числе Вот такие программки Мы тоже делали на месяц Когда я был арт-директором в клубе Матовая плотная бумажка Двухцветная Такая Желтая-черная Ноябрь 2023 В общем, это расписание на месяц Да Четверг Пятница Суббота Девятого числа играет Раду All Night Long Такого я знаю Тоже слушал когда-то Шестнадцатого Чарлтон Back to Back DJ Pitty Если это тот Чарлтон Который На Store То это прикольно Только почему Back to Back DJ Может быть Надо узнать Интересно Вообще он играет лайвы И у него, кстати, прикольный Сетап Он играет Тараса Квида И там у него 909 И еще Модуляр Мало знакомых имен для меня Потому что Скорее всего я еще не совсем в теме Очень много молодых музыкантов Итак, что же я хотел рассказать вам про клуб Клуб представляет собой квадратное помещение Оно Из белой плитки Стандартное, наверное Может быть она осталась С того, как его построили Там эта белая плитка А может быть ее и положили Специально Это такой квадрат В котором есть бар Почти в центре Стоит чуть-чуть смещен вбок И вот там, где он смещен Располагается танцпол Там был очень клевый звук И на что я обратил внимание Все приборы световые висели Они были простые Но Очень так симметрично все висело Стильно Потому что Люди, которые делают Такую верстку на своих флэерах Они не могут относиться К пространству Тоже как-то иначе Большая очень диджейская стойка Удобная На нее нельзя ставить стаканы Она очень большущая Там можно расположиться Наверное, трем коллективом Сразу видно, что Во главе этого клуба Должен быть музыкант Конечно, для диджея это рай Клуб мне очень понравился Я не знаю Удастся ли мне когда-нибудь там поиграть Я бы очень хотел, конечно, там поиграть Потому что Даже лист упал, пока я сказал Наверное, точно поиграю Но все не так просто Хотя в Трезоре есть Еще танцпол, по-моему Глобус называется Я не знаю, правду я говорю или нет Но, в общем, там есть New Faces Такой раздел То есть серия мероприятий Точнее, на некоторых мероприятиях Есть рубрика New Faces И там они постоянно Презентуют каких-то новых артистов Но в основном эти новые артисты Конечно же, уже какие-то Артисты с клевыми релизами Поэтому будем стремиться Ладно Эстетика клуба Проразила на меня большое впечатление Потому что там был очень клевый звук Классная диджейка Удобный бар квадратный Где можно купить какие-то напитки И всем запрещено снимать Но это норма для Берлина Я, конечно же, тоже не снимал Единственное, что я сделал Я записал несколько аудио Потому что Лайв Байтона для меня был интересен И я записал Частичку его выступления На диктофон Ее я выложу Так что вы можете послушать Мне удалось пообщаться с людьми Которые приближенные к Олафу Мы общались во время мероприятия И сказали, что у него абсолютно новая музыка И действительно весь лайв, который был у него Это... Я не слышал ни одного такого трека Я не знаю, знаете ли вы его альбомы Которые выпущены были на Растернотн Надеюсь, что да Если нет, обязательно послушайте Хочется верить, что ничего серьезного Вместе с Олафом был Фрэнк Брэд Шнайдер Это еще один участник коллектива Точнее, лейбла Растер Фрэнк Брэд Шнайдер Это один из участников коллектива АГ, ГАГ Это такой ГДР-овский коллектив Где они выступали и пели Такой электропоп, наверное Кто любит экспериментальную Такую ретро-музыку Особенно какую-то региональную То я советую послушать Потому что она на немецком языке И они там одеваются в костюмах Я думаю, что это может стать Источником вдохновения для кого-то На лаве Фрэнк Брэд Шнайдер Я тоже когда-то присутствовал Он играл на актотреке И мне было очень интересно, конечно У него бы спросить Использует он актотрек или нет И это мне удалось сделать Мы стояли на баре Я к нему подошел И мы разговорились Я сказал, что был на его лайве И спросил, до сих пор ли он Использует актотрек Вот, потому что Я видел два его лайва Один был актотрек плюс модуляра Тоже чуть позже А первый лайв я его видел Он был только на актотреке Так вот, мы с ним разговорились И он сказал, что он сейчас использует Как вы думаете, что? Ладно, не буду томить Он мне рассказал, что он использует Сейчас контроллер Торсо Вы, наверное, знаете Это эвклидовый такой контроллер И его подключают к модуляру То есть вот такой у него сейчас сетап Что для вас, наверное, будет интересно Торсо производит небольшая датская компания На Супербусе они тоже были Я помню, подходил к этим контроллерам Теперь мне есть желание Снова пойти в Шнайдер Ладен И потестировать этот контроллер Потому что Надо с мануальчиком сначала Почитать мануал, а потом посмотреть Что я смогу на нем сделать И попробовать как-то на нем что-то поделать Фрэнка очень интересная Экспериментальная музыка Бэкграунд, который есть у Фрэнка и Байтона Он заключается в том, что они Сначала Байтон, кстати, не был музыкантом Насколько я знаю Он был графическим дизайнером Ну или графиком Как правильно сказать, не знаю То есть он занимался больше, наверное, типографикой И спустя какое-то время Он представил там свой первый альбом Я всегда ставил отдельно Вот эту компанию Растер Нотон В своей голове Как музыкантов каких-то Ну немножко других Они делали очень цифровую И чистую музыку И во время лайва, которую играл вчера Байтон Я тоже самое ощущал У него очень клевый, плотный бас Который просто пробивно как-то звучит Сама композиция очень сухая И минималистичная И такая нагнетающая Я могу ассоциировать это Но это похоже на брейкбит, наверное Может быть электрик брейкбит Но очень такой какой-то цифровой И правильно цифровой, что ли По ощущениям эта музыка похожа На эмоциональное состояние Которое ты испытываешь Когда слушаешь что-то типа рока, наверное То есть очень энергично Хотя перед ним играли диджеи Они играли музыку вообще, которая не имела ритма Но экспериментальную Хочется еще раз сходить в клуб ОМ Чтобы посмотреть вообще концепт этого клуба Что там еще может такого происходить Потому что возможно что-то новое для себя тоже открою Ну что же, теперь я хочу поговорить про сам лайф Лайф байта Он состоял из компьютера В котором, я так понимаю, были все треки Какой-то аудиоинтерфейс Непонятно какой он лежал под лэптопом И было два девайса от Emashines Это был от Delay Желтый Beam или Bam Не знаю точно какой И еще был Biscuit 8 Это такой тоже от Emashines Это фильтр Не знаю, знаете ли вы про него что-то или нет Но он как бы ухудшает звук Это 8-битный такой эффект-процессор Плюс там еще фильтр аналоговый есть Еще какие-то эффекты Но, в общем, этим эффектом он постоянно пользовался И мне кажется, я раскрыл его рецепт по приготовлению музыки Потому что зачастую многие звуки звучали именно как биткрашер Ну я не знаю, как точно назвать этот эффект Наверное, да, биткрашер То есть он понижает битность у звуков Ну, лайф играет с компа И поэтому все так выглядит обычно У него еще визуальная какая-то составляющая Насколько я помню, если вы смотрели Electronic Beats, по-моему Программу еще очень давнишнюю Там брали у него интервью И там мелькала такая программа Это старая программа, которая позволяла делать графику Как она, Quartz или что такое? Quizzards, по-моему Это стандартная маковская программа Которая была доступна разработчикам Ее можно было по миде синхронизировать Я видел там патчи у него на дисплее Скорее всего он ее использовал Также немаловажно упомянуть, что на лейбле и растр Постоянно выходят какие-то клипы Как раз таки с этой визуализацией И в основном такая графика Для меня это очень важно Потому что я вместе со звуками Вижу еще визуализацию какую-то И для меня, как для дизайнера Это очень интересно и вдохновляет Короче, вчерашним выступлением Байтона Я вдохновился И надеюсь, мой рассказ сегодня был интересный Еще я раздобыл важную информацию У Байтона дома есть сверхмодуляр Так что вот такой рецепт сверхмодуляр получается 8-битный эффект процессор Компьютер, графика Вот так Ну что же, на этом все Наверное, я рассказал все, что хотел Надеюсь, вам было интересно До скорой встречи Пока